В начале 20 века в военных лабораториях 1-го Рейсмахта был создан супер-секретный танк, обладавший боевой мощью и сверхоружием, намного опередившим своё время. Для того, чтобы испытать танк и при этом раньше времени не разрушить Европу, он был заброшен в Центральную Африку для порабощения непокорных зусулов. Через некоторое время в целях безопасности все, кто знал о существовании этого проекта, были уничтожены и о танке забыли. Тем не менее, его бесстрашный экипаж в составе командира майора-барона фон Швальскопфа XII наводчика Ганса Шмульке и простых солдат Дранкеля и Шранкеля не забыли о своей великой миссии и готовы были до конца выполнить свой долг. В аналог истории этот секретный проект остался под названием «Железный капут». «Железный капут» «Железный капут» «Железный капут»